Здравствуйте! Мелбек, Первая Лига. Продолжаются матчи четвертого тура. Мы переносимся на запад России. Калининград. Ростехарена сегодня принимает матч между Балтикой, Калининградской и Черноморцем и Новороссийским. Удивительное пересечение. Морской бой, так некоторые называют эту встречу. Первый свисток. О начале матча Балтика и Черноморец. Первая Лига. Но, внимание, Кротов оглядывается в поисках поддержки. Сам он не решил собежать в штрафную площадь с этим мячом. И ждал, когда Мираби Урыдия включится. Теперь снова в игре, но чуть упустил сейчас Алекса Фернандеса, который делает классную передачу и падение в штрафную площадь. И посмотрите, первый раз с мячом Балтийцы зашли в чужую штрафную и сразу 11 метров. Сбивают Сергея Пряхина. В этом матче первой лиги нет вар поддержки. И решение, принятое судейской бригадой в поле, остается окончательным. Но, впрочем, здесь, я думаю, что спорить не приходится. Анри Чичинадзе. Итак, поменял, видимо, решение по забегу. Сначала показал Данилу Фрокину, что будет забегать на удар справа. А в итоге, чуть переступив, зашел на удар с левой ноги и отправил мяч точно в ворота. 1-0. Балтика впереди. Обидный очень момент для новороссийцев. Но отошел уже в сторону Алан Хабалов. Уридия бьет. Человек, сбивавший 60 метров, уж из 25-ти-то должен был попасть. Тем более, что они постарались сделать розыгрыш таким скрытым. Сначала мяч покатился для того, чтобы можно было обойти стенку. Амир Махамад. Здесь слишком серьезно. Были настроены в центре обороны защитники черноморца. А удар-то последовал все-таки во второй волне этой атаки. И какая обводка! Удачная! Но пас не последовал. Это была попытка удара. Кирилл Никишин. Так называемые лимитчики есть в составах всех клубов первой лиги. Это молодые игроки, которые по особенностям регламента должны получать игровую практику. И вот он. Значительно большая часть сезона играется до Нового года. И упущенное здесь тяжело наверстать. Ох, какой момент внезапно получает черноморец. Не получился у Кротова удар. Оказалось бы, опытный уже футболист. Должен быть готов ко всему. Начинает сезон как основной вратарь Калининградской Балтики. Здесь вот они хорошо приживаются. Подача в штрафную площадь. Удар в одно касание. Фомин принял мяч, но добивание Алекса Фернандеса. И это дубль. Дубль Алекса Фернандеса. После гола с пенальти есть и мяч, забитый с игры. 2-0. Спокойное такое, сдержанное празднование. Внимание, хорошая атака черноморца. Мяч в штрафной площади. Дриблинг. Удар! Перекладина! Да, вот шанс еще какой. Лучший шанс пока черноморца. И вот удар Пряхина. Ну что ж, вот есть доверие, есть место на поле, есть игровые минуты. Хотя попытки есть. Вот момент, вот момент созревает. И это был он. Вне всякого сомнения. Причем только что вышедший на поле Красильниченко. Еще полный сил. Волнуется. Волнуется. Но сейчас момент созревает у его команды. Очень долго принимал решение. Придумывал, как же все-таки мячом распорядиться. Это основа основ, на самом-то деле, всего, что происходит с клубом. Атака на третий гол. И вот, вон, 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 вон. Енин. Уредя! Ой, что вытворяет Бориско! Вот это момент! Антон Антонов! Пробивал головой. Ну, очень хорошо. Просто блистательно сыграл тогда Максим Бориско. Еще один классный пас в штрафную! Здесь офсайт есть, но ведь Бориско тоже перекрывает удар. Он и здесь сработал нормально. Ну что, Мераби у Ридия. Разбег. Удар в стенку. Горченко ударить уже не сумел. И Игорь Панин эту игру останавливает. Калининградская Балтика добивается первой сезоне победы. Первый выигрыш для молодого тренера. И первая большая радость для этих трибун. Рост техарены. 2-0. Поздравляем калининградцев. Черноморцам не унывать. Роман Тружечкин комментировал эту встречу для вас. Спасибо. До свидания.